Медицина достаточно консервативная сфера. Здесь не сразу принимают инновации, хотя и постоянно идут вперёд. Новое должно быть опробировано экспертами, должно идти на пользу пациентам. Такие конференции – не только знакомство с новыми методами лечения, но и обмен мнениями и результатами. Значит, у нас сегодня такая плановая и уже не первая конференция в Одессе по принципам лечения острого инфаркта миокарда. И мы ещё более узко на этом смотрим. Мы хотим внедрить, и, собственно, уже и внедрили по всей стране принципы европейской инициативы Stand for Life. Теперь она уже такая всемирная, она уже поглотила континенты, Латинская Америка, частично даже Северная Америка, Китай, Индия и вся, ну, практически Европа, вот страны Европы в том числе. Многие годы инфаркт лечили только медикаментами. Сегодня использование прогрессивных методов лечения помогает существенно сократить и смертность, инвалидизацию после инфарктов и других болезней сердечно-сосудистой системы. Мы на сегодняшний день на 20% снизили летальность от инфаркта миокарда по областям. Три года назад это было почти 14%, сейчас это почти 12%. В реальных цифрах людей спасённых это 800 человек. То есть 800 человек остались живы лишь только потому, что мы внедрили такую технологию. Но для достижения таких результатов, уверены эксперты, необходима в том числе и серьёзная подготовка специалистов на местах. В Одесской области три клиники уже внедряют новую методику лечения инфаркта. Мы встречаемся с врачами напрямую, мы обсуждаем эти вопросы, внедрение этих технологий и должен сказать, что Одесса одна из лидеров по внедрению. На сегодняшний день в Одессе есть один большой центр, это областная больница, на юге страны это Измаил потенциально, а на севере уже работает Балта. В конференции, которая стала уже традиционной, приняли участие ведущие специалисты из разных клиник Украины. Ведь выработка единых стандартов и решений позволит работать в критической ситуации как единый целостный механизм. И тогда оказываемая помощь будет в разы эффективнее.